МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В формате защитных и ограничительных мер как проходит осенняя призывная кампания в Сарове. Сохранение уникальных природных зон. 14 октября в России отмечают День работников заповедного дела. Найти и спасти в Сарове открылся филиал поисково-спасательного отряда «Волонтер». Далее расскажем обо всем подробно. Разграничение потоков и соблюдение защитных мер. Уже две недели в стране идет осенняя призывная кампания. Военные комиссариаты обеспечили средствами индивидуальной защиты масками, перчатками и бахилами. Как проходит призыв ряды вооруженных сил в Сарове, расскажем далее. Более 16 лет Никита Балуев занимается хоккеем. Регулярные физические нагрузки, закалка характера и проживание вне дома – для него привычное дело. К армии юноша относится спокойно и считает, что служба пойдет на пользу. Для каждого мужчины это важно. И думаю, каждый мужчина должен пройти армию. Люблю активный образ жизни, занимаюсь спортом и хочу научиться стрелять. Призывники традиционно проходят профотбор, психологическое тестирование и медкомиссию. За эту кампанию ряды вооруженных сил нашей страны пополнят около 50 саровчан. Они будут служить в разных родах войск от Калининграда до Дальнего Востока. Сейчас уже принято около 20 решений мальчиков на призыв. Состояние здоровья, я хочу сказать, что подрастающего поколения, те, которые идут сейчас служить в органы силы, по сравнению с прошлыми годами, намного улучшается. Можно отдать должное городу, городу, значит, и в НЕФ, 5 человек идет в научную роду. Во время призывной кампании сотрудники комиссариата тщательно следят за соблюдением мер безопасности. На входе всем выдают средства индивидуальной защиты, обрабатывают руки антисептиком и измеряют температуру. Комиссия сейчас проходит по средам, первая половина дня. Значит, военный комиссариат города, значит, больше никаких граждан не принимает в данный день. Значит, и, значит, проходят они в два потока, в два потока, чтобы ребятишки соблюдали ту дистанцию, которая необходима. Осенняя призывная кампания закончится 31 декабря. С 20 октября новобранцев будут отправлять войска с областного пункта сбора в Дзержинске. Перед этим бойцы сдадут тест на коронавирус. По прибытии на место службы пройдут его повторно и отправятся на двухнедельный карантин. Ситуацию с коронавирусом в России можно назвать крайне напряженной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, не все население выполняет предписанные рекомендации. Между тем, от поведения россиян зависит минимизация рисков для страны и экономики. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столицы с 19 октября по 1 ноября. Мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6 по 11 классы на дистанционное обучение. Своё решение Собянин объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится около 60% от числа всех заболевших школьников. В Сарове из более 8,5 тысяч школьников на карантине находятся 340 детей. Поэтому переносить каникулы не будут. На сегодняшний день позиция Департамента образования и Министерства образования Нижегородской области такова, что каникулы начнутся в тот срок, который был определен заранее, то есть 26 октября и продлятся до 1 ноября. Всего с начала пандемии в России выявили свыше 1 миллиона 320 тысяч случаев коронавируса. Более миллиона человек выздоровели. В Нижегородской области ковид-19 зарегистрировали еще 277 жителей региона. В Сарове за сутки зафиксировали 63 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 37 человек выздоровели. Ограничения на посещение лесов сохранятся до 19 октября. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения особого противопожарного режима в лесах и правил пожарной безопасности в целом. При обнаружении в лесу пожара нужно незамедлительно сообщать об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 194 00. Звонки принимают круглосуточно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Приобрести тур по России и получить за это кэшбэк можно будет с 15 октября по 5 декабря. Речь идет именно о покупке. Саму поездку можно запланировать вплоть до конца новогодних праздников 10 января. Об этом сообщает российская газета. В отличие от прошлого раза кэшбэк можно будет получить и за короткие путешествия, туры или проживание в отеле от двух ночей. Также организаторы отменили минимальную стоимость туры, за которую можно было получить возврат. По новым правилам россияне получат на карту ровно 20% от потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Товары и услуги, ставшие наиболее актуальными в условиях пандемии коронавируса, могут войти в потребительскую корзину. В Росстате рассматривают необходимость включения в потребкордину цифровых пакетов телеканалов и медиасервисов, а также около 30 новых товаров, в том числе антисептик для рук, дезинфицирующих средств и геля для душа. 16 октября завершится второй этап конкурса «Народный участковый». Напомним, что Саров представляет старший участковый майор полиции Юрий Боровков. Проголосовать за саровчанина можно на сайте 52.mvd.rf. По результатам второго тура лучший участковый Нижегородской области примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса на федеральном уровне. В Сарове стартовал прием творческих работ на конкурс «При солнышке тепло при матери добро». Участниками могут стать дети от 3 до 17 лет. Тема конкурса «Наш кулинарный шедевр». Работы принимаются до 16 ноября. Итоги конкурса подведут 25 ноября 2020 года. Победители получат диплома. Все остальные участники – сертификаты. Их основная задача – забота о природных богатствах Родины. 14 октября в России отмечают День работников заповедного дела. Сотрудники заповедников сохраняют редкие виды животных и птиц, уникальные природные ландшафты. О том, чем живет ближайший к Сарову мордовский заповедник имени Смедовича, смотрите в следующем репортаже. Территория мордовского заповедника имени Смедовича – это более 32 тысяч гектаров лесостепия. Из них к охранной зоне относятся чуть более 6 тысяч гектаров. Наблюдают за порядком заповедники 64 сотрудника. Но помимо охраны, флоры и фауны природного комплекса, работники занимаются изучением всего живого в этих местах. Основная наша задача – это наука, в первую очередь. То есть наши научные сотрудники находят новые виды животных, растений, насекомых. Иногда редкие виды находят, иногда даже виды, которые никогда не встречались на территории республики. Не только республики, но и страны в целом. Сохранение популяции животных – это одна из задач сотрудников заповедника. В 2019 году привезли зубров, чтобы восстановить их вид в нашей местности. Теперь они свободно гуляют по заповеднику и даже уходят в соседние области. Может быть, наконец-то мы, экопросветители, достучались до людей, что это все-таки мировой масштаб исчезновения этого вида. И наши зубры выходят в соседние районы, попадают на камеры в других регионах. То есть и возвращаются все равно к нам назад. Они понимают, что Мордовский заповедник – это их дом, где их любят, кормят, холят и лелеют. Фотоловушки расставлены в местах обитания разных видов. Это помогает сотрудникам отследить маршруты животных и птиц. Но нередко в объективы камеры попадают люди. Туристы игнорируют информационные стенды и проходят по звериным тропам. Пройдя мимо аншлага, где крупными буквами написано «проход и проезд запрещены, зона абсолютного покоя». То есть у нас были такие случаи, когда на фоне одного и того же квартального столбика с утра прошел мишка, потом прошли волки, а потом прошли два туриста, которые проживали на территории поселка Пуштов в гостинице. Три года назад к заповеднику Инне Смедовиче присоединили национальный парк «Смольный», который находится в Учалковском районе Мордовия. Расстояние в 250 километров не стало преградой для оперативного обмена информацией и развития природного комплекса. И все же некоторые проблемы есть. Недостаток кадров все-таки научного отдела, потому что у нас действительно специалистов в научном отделе не хватает в определенных сферах. Но и недостаток людей, потому что мы по людям соскучились из-за пандемии. Карантинные меры дали возможность сотрудникам Мордовского заповедника погрузиться в работу над новыми проектами и реализовать давно задуманные идеи. Сейчас для туристов разрабатывают новые маршруты и готовят интересные экспозиции. И с нетерпением ждут в гости всех любителей живой природы. В сентябре в Сарове открылся филиал поисково-спасательного отряда «Волонтер». Пока в нем состоят только 10 добровольцев, но за месяц они уже приняли участие в поисках нескольких десятков человек. Как ищут пропавших людей и кто может стать добровольцем, расскажем в следующем репортаже. Сбор информации, рассылка ориентировок, координация поисковых групп. Наталья Хаустова занимается этим ежедневно. Девушка руководит Саровским филиалом поисково-спасательного отряда «Волонтер». Помимо своей основной работы, его добровольцы круглосуточно принимают заявки и ищут пропавших людей. Заявка в работу принимается только после того, как подано заявление в полицию. Заявка приходит инфоргу. «Волонтер» собирает всю необходимую информацию, принимает решение об сборе на выезд добровольцев поисковиков, либо заявка переходит в инфопоиск. За последние два месяца саровские добровольцы приняли 25 заявок на поиск. Успешный исход во многом зависит от своевременного обращения и слаженной работы всех участников. Часто специальное оборудование и экипировка не нужны. Для поисков в лесу достаточно иметь программу на телефоне, которая фиксирует перемещение. Для поиска людей в природной среде создается карта, она делится на квадраты, и задачи даются по квадратам. То есть группа идет в квадрат, выполняет там задачу, допустим, либо это работа на отклик, либо это прочес. Потом возвращается в штаб, все эти данные сливаются на компьютер, картографу, координатору, который координирует поиск, и они видят, какой квадрат у нас отработан, какая территория закрыта. По Нижегородской области функционирует 16 поисково-спасательных отрядов «Волонтер». Саровский – самый молодой. В нем состоят около 10 добровольцев, которые каждый день безвозмездно помогают жителям нашего города и области найти пропавших близких. Видеть лица спасенных людей, лица их родственников, слышать слова благодарности, наверное, мы называем это зарплатой, потому что ощущение, когда ты сообщаешь о том, что человек на один жив, оно ни с чем не сравнимо. Добровольцы ликвидируют опасные объекты, размещают указатели там, где можно легко потеряться, тушат лесные пожары и проводят уроки безопасности. Организация обучает своих волонтеров, проводит тренировки и сборы. Любой желающий может стать активистом поискового отряда. Вступить в его ряды, получить подробную информацию или заявить о пропаже человека можно по телефонам, указанным на экране. Совет матерей предложил ввести в Россию налог на бездетность. Участники организации считают, что женщины и мужчины репродуктивного возраста, которые сознательно отказываются от рождения ребенка, должны платить от 300 до 500 рублей в месяц. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они такое предложение. 87% респондентов высказались отрицательно. 12% подписчиков согласны с инициативой и считают, что эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Самый милый плюшевый медведь 14 октября, свой день рождения, отмечает Винни-Пух. Он один из самых известных героев детской литературы 20 века. Его знают и любят малыши во всем мире. Об истории создания Винни-Пуха, его авторе и первом иллюстраторе, судьбе Мишки в нашей стране, расскажем далее. У Винни-Пуха официально два дня рождения. Первый отмечают 14 октября. Именно в этот день, в далеком 1926 году, в Лондоне вышло в свет отдельное издание книги о приключениях плюшевого медвежонка. До этого выпускались отдельные рассказы. Сам Винни-Пух появился немного ранее. Летом, в 1921 году, Аллан Милл подарил плюшевого медвежонка на битву опилками своему сыну Кристоферу Робину. И медвежонок настолько понравился мальчику, что он буквально не расставался с ним ни на минуту. Плюшевого мишку Кристофер Робин назвал в честь медведицы по кличке Винни-Пек или Винни, которая жила в лондонском зоопарке. А пухом звали лебеди, который жил у соседей Милна. Некоторые герои книги – это другие игрушки Кристофера Робина. Например, Ослика подарили ему родители. И Ослик не зря был без хвостика. Действительно, Кристофер Робин, играя с ним, нечаянно оторвал его. И от этого вот и Ослик, и А получился таким грустным персонажем без хвостика. А пятачка, например, подарили ему соседи. Первым иллюстратором книг про Винни-Пуха был британский художник Эрнест Шепард. Его рисунки стали классикой, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. Шепард часто наделял иллюстрации дополнительными деталями, которых не было в книгах. В Англии его нередко называют соавтором Ална Милна. Книги о Винни-Пухе переведены на 25 языков, в том числе и на латинский. В нашу страну медвежонок пришел в конце 50-х годов. Интересная история русского Винни-Пуха. Эта книжка не просто перевод, правильнее назвать ее пересказом. Борис Захадер как-то листал английскую энциклопедию, видел статью о Милне с цитатами и картинками. И настолько влюбился, что сразу же бросился искать оригинал этой книги. В библиотеке имени Пушкина не обошли стороной день рождения Винни-Пуха. Сотрудники подготовили для своих маленьких читателей выставку книг о приключениях медвежонка. Ребята могут написать пожелания имениннику, собрать пазл и увидеть фотографии тех самых игрушек, с которыми играл Кристофер Робин. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok